Всем привет! Меня зовут Алексей. Сегодня я вам хочу рассказать о таком подходе проектирования архитектуры под названием чистая архитектура. Для начала давайте познакомимся. В мир IT я пришел Android разработчиком, долго разрабатывал мобильные приложения, после из головы ушел в Enterprise разработку, ну и все, безнадежно остался там. И на данный момент я являюсь ведущим Java разработчиком с DEC IT. Давайте, о чем сегодня будет наш доклад. В нашем докладе мы поговорим вначале об ошибках проектирования архитектуры приложения, к чему приводят такие ошибки, познакомимся с чистой архитектурой, что это такое и какую еще проблему оно решает. И также на практике попробуем, это все в режиме такого лайфкодинга, попробуем это все применить. Итак, начнем. Давайте для начала небольшой дисклеймер. Все, что сегодня я буду говорить, это является набором рекомендаций, именно рекомендаций, а не железных правил. Здесь, кстати, приведена одна из фраз дядюшки Боба, и она мне очень нравится. Давайте вспоминаем, с чего мы начинаем разработку нового приложения. Прилетает задание на разработку, мы сразу знаем, какой мы будем использовать фреймворк, мы сразу уже знаем, какая у нас база данных, и мы уберем. Дальше мы проектируем сразу таблички, отношения между ними, структуру нашей базы данных. Потом мы проектируем основные модели нашего приложения, который является зачастую полным отражением того, что у нас творится в базе данных. Дальше делаем всем известные три слоя, и профит. Наше приложение крутится в продакшене, PM рад, бизнес доволен, все хорошо. Кто считает, что мы все сделали правильно, поднимите руку. Так, ладно, тогда я, наверное, разряду сюда пришел, в принципе, уже все знают. Ладно. Что дальше? Дальше приложение живет и развивается. К нам прилетают баги, мы их чиним, к нам приходят новые фичи, бизнес развивается, ну и меняются разработчики. То есть, знаешь, что мы все по 10 лет не работаем на одном месте, ну редко работаем. И изначально наша структура, подобная вот такой, становится уже такой. Хорошо. А дальше она становится вот такой. И тут уже сложно понять, что она делает. Вот эта третья структура, это структура реального приложения, с которым я работал. Кто понял, о чем это приложение? Не надо, у вас фора есть, вы тоже работали со мной над этим приложением. На самом деле это приложение занимается импортом банковских выписок и подготовкой бухгалтерских проводок. Внезапно. И вот представьте, приходит новая фича. Нам нужно, ну для примера, сделать генерацию отчетов по каждому договору контрагента, ну там за какое-то определенное время. Куда мне поместить пакеты? Куда мне поместить классы? Куда мне вообще поместить методы? Есть идея? Сори. Мы добавим еще два пакета и будет хорошо. И наша структура растет, растет, растет со временем. И каждый новый разработчик добавляет. На самом деле это реально приводит к дублированию кода, когда у меня есть два куска кода, которые делают одно и то же, просто в разных пакетах. Прошу прощения. Давайте порефлексируем немножко и подумаем, а что привело к такому, к такой структуре, для которой есть эти названия, это Big Ball of Mud. Это большой комок грязи. И на мой взгляд, главная причина в том, что мы начали проектировать не с бизнес-задач, не с бизнес-функции, бизнес-правил, а именно с базы данных и моделей этих. А потом уже на эту базу данных мы пытались натянуть нашу бизнес-логику. И вот сегодня я хочу вам рассказать о чистой архитектуре, как о наборе рекомендаций к проектированию архитектуры и способу ее формализации. Чистая архитектура предложена Робертом Мартином, также известного как дядюшка Боб, как набор рекомендаций. На самом деле Роберт Мартин не придумал нечто такое, прям ноу-хау, что-то новое, которое никто не знал. Он просто консолидировал в своем подходе все известные практики, лучшие моменты из всех известных практик. Это луковая архитектура, это гексагональная архитектура, слоеная архитектура и так далее. Давайте дальше поговорим о ней. Здесь в первой слайде приведено оригинальное изображение с блога дядюшки Боба. И на чем же базируется чистая архитектура? Она базируется первое, это на делении на слои, так называемые разделяя и властвы. Здесь представлено четыре слоя, их может быть больше, может быть меньше. Также это правило зависимости между слоями, какое слое зависит от другого. Здесь представлено черными стрелочками, направлено внутрь. И правило перехода между этими слоями, это правый нижний квадрат. Кто-то, наверное, уже встречал эту картинку, кто сразу посмотрел на эту картинку и сразу понял, как надо дальше делать и уже готов проектировать. Ладно, точнее, зря я пришел сюда. Хорошо. Давайте рассмотрим это все подробнее. Все-таки что же оно представляет? И сразу делаем небольшое отступление. Я честно пробовал писать, разрабатывать приложение, точности следуя всем канонам чистой архитектуры, предложенному Роберту Мартину. И это у меня не получилось, потому что это больше похоже на велосипедостроение. Там начинаются какие-то моменты. Также Роберт Мартин ввел такие названия, как GettyWay, Interactor и так далее, который и нормально не объяснил, что это такое. И очень много было споров, а что же такое интерактор. И проблема, что титру каждый понимает вообще кардинально по-своему. Дальше все, что я буду рассказывать, это уже основано на нашей адаптации, как мы адаптировали эту чистую архитектуру и как мы ее используем. Для начала с переименованием. Центральный слой назывался Entity. Entity что такое? Entity это с DDD, Entity это с GPA. Непонятно. Поэтому центральный слой был переимен в domain. Что же такое domain? Этот слой содержит ту логику, которая отражает реальный мир, то есть реальные бизнес-процессы, реальные какие-то бизнес-правила, это реальную предметную область. Если сказать простыми словами, то данный слой базируется на классическом ООП, то есть это свободно от фреймворков, от всяких сторонних библиотек и так далее. Это классический ООП со всеми инкапсуляциями, абстракциями, композициями и так далее. Если мы говорим в терминах DDD, то этот слой будет представлен доменными примитивами, агрегатами и доменными сервисами. Дальше слой. Я начал с центрального слоя и дальше буду идти наружу. Следующий слой — это слой use case. Нами, чтобы больше соответствовать тому, что он делает, мы переименуем в application. Данный слой содержит логику приложения, уровня приложения. Что это так за логика? Логика приложения, ее главное… Все сломалось. Вернулось. Главная ее задача — это координация и оркестрирование доменной логики для достижения какого-то конкретного результата. Она может откуда-то достать, откуда-то положить какие-то сущности, обратиться к ним, сделать что-то и так далее. И она представлена. Это use case. Здесь же может быть моделей и сервисовый уровень application. Следующий слой — это слой адаптеров. Там еще был контроллер и так далее. Мы его переименовали в infrastructure. Это все, что соединяет нашу логику с внешним миром. Здесь представлены как раз контроллеры, хендлеры, репозитория, DAO, лисенеры и так далее. Джобы, здесь же шедулеры и так далее. И внешний слой совсем — это уже база данных, может, брокер какой-то конкретный, либо кэш. Это на чем базируется чистая архитектура. Давайте дальше посмотрим, как же все-таки идет… представим, как идет поток выполнения, то есть откуда он начинается и как проходит по нашему приложению. Он начинается с какого-то запроса к контроллеру, дальше мы переходим к use case, обращаемся к доменной логике, сделать что-нибудь, возвращаемся в DAO, и это все строим. Обратно возвращаемся в инфраструктуру. И теперь это наш поток выполнения. А теперь глянем поток зависимости. Как же каждый слой зависит от другого. Если мы его в такой оставим структуре, то мы получаем, что у нас контроллер зависит от use case, а use case зависит от DAO. И мы получаем, что наша логика зависит от какой-то внешней сущности, такой как база данных, которую в принципе можно и заменить, это частность все-таки. И тогда для use case, то есть если базу данных мы меняем, то есть DAO мы меняем, мы меняем use case, и для use case как раз нарушается в принципе единственная ответственность и так далее. То есть дотрагивает большой кусок кода. И чтобы такого не было, существует как раз правило зависимости и перехода. И оно гласит о том, что внутренние слои не зависят от внешних слоев. Внешние слои зависят от внутренних слоев. Если сказать простыми словами, что это значит? Что те классы, которые определены на внешнем слое, не содержат в себе или не импортируют те классы, которые определены на внешних слоях. А наоборот можно. И правило переходов в следующем, что мы должны переходить между слоями через некие границы. Что выступает границами? Границами могут выступать как раз интерфейсы. Это в понятиях числа структуры это входной порт и выходной порт. И здесь как раз разворачивается нижняя зависимость, и тогда получается, что… Так, а у меня… У меня здесь совсем другая картинка. А можно здесь не меняется картинка, на одном осталось. Сейчас поправят. Давайте немножко отмотаем назад, как было. То есть в зависимости было направлено так. И дальше мы, чтобы ее развернуть, мы вводим интерфейсы. Это входной порт и входной порт. Я прошу обратить ваше внимание, что эти границы находятся на слое юзкейсов. И тогда получается, что юзкейс не зависит от внешнего мира. По сути, этот порт, он выступает как неким контрактом, что я в юзкейсе, я умею работать вот так вот. Хотите со мной работать? Ну, пожалуйста, вот вам мой контракт. И мы без каких-то проблем можем менять слой инфраструктуры, менять DAO, менять подходы. Сегодня у нас GPA, завтра у нас какой-нибудь MyBatties и так далее. И это все бесшовно проходит. Что скажете о Authentity? Там надо переходить между слоями, между доменами и application. Там тоже должны быть границы. На мой взгляд, они излишни. И, по сути, если будет меняться какая-нибудь доменная логика, то будет меняться все приложение, потому что доменная логика – это вот то самое, для чего вообще было создано наше приложение. И, по сути, оно является его ядром. Давайте перейдем дальше. Основная проблема чистой архитектуры, освоения чистой архитектуры, стоит в том, что очень много теории, все красиво рассказывают, показывают слайды с картинками, как это все устроено. Но когда начинаешь пытаться писать в этих рекламентах, в этих рекомендациях появляется очень много вопросов. А все-таки, что это такое, а как это делать? Поэтому я предлагаю дальше на практике попробовать спроектировать сервис в таких рекомендациях. Что мы будем делать? Да, у нас сейчас 9 апреля, но не так давно был Новый год, поэтому мы поможем Санта-Клаусу развосить подарки. Наверное, уже в следующем году. Что мы будем делать? Представим, ребенок пишет письмо Санте с указанием размера подарка, который он хочет получить. Имени. Санта пристально проверяет, хорошо ли вел себя ребенок. Если он вел себя недостаточно хорошо, то получит подарок меньшего размера, а не тот, который он запросил. После всех проверок, подарок упаковывают, тоже в зависимости от размера, это может быть коробка или мешочек, и присваивают им номер и отправляют. Назначают там эльфа, и эльф отвозит по адресам. Эльф получает эти заказы и развозит их к конкретному адресу. И после того, как эльф это все отвез, он проставляет, что я справился, я молодец. Так, сделаем шаблон нашей структуры. Откроем IntelliJ IDEA. Подскажите, вам видно текст? Хорошо. Я могу больше сделать, если надо. Давайте начнем. Так, с чего мы будем начнем? Давайте возьмем, наверное, фреймворк сначала. Какой-нибудь Spring прикрутим, и будет все хорошо. Нет. Только что мы посмотрели, что все-таки начинать нужно не с чего-то другого. А с чего? Именно с доменной логики. И здесь я уже подготовил некоторый пакет. Называется domain. Сразу маленький дисклеймер в том, что здесь не такой прям чистый лайфкодинг будет потоком. Некоторые у меня есть заготовки. Просто я хочу именно показать процесс разработки, что за чем следует. Все вопросы, которые у вас будут, я буду готов ответить. А также в дискуссионной зоне мы можем потом прям подробно в каком настоящем лайфкодинге это все разобрать. И что? Начнем с первого. Ребенок у нас просит подарок. Поэтому мы начинаем спроектировать наши домены сущности, а именно подарок. Gift. Мы создаем класс Gift. У меня есть маркерные интерфейсы. Они ничем не значат, просто чтобы разделять. Что есть у нашего подарка? Первое. Это ребенок, который заказал. Это информация о ребенке. Второе. Наверное, у подарка есть какой-то идентификатор. Нам все-таки знать нужно, что отправлять, куда. И мне, кстати, нравится подход, когда идентификатор – это не некий примитивный тип, а какая-то некая бертка, которая еще умеет делать валидации и так далее. Gift. И у подарка есть размер. Посмотрим. То есть что есть? Пройдемся у ребенка. Ребенка есть его адрес, его имя, и есть поведение. Сам-то знает о поведении каждого из детей и пристально за этим следит. Размеры бывают большой, средний – маленький. Ну, а идентификатор – это идентификатор. Создаем конструктор со всеми полями. Хорошо. Что дальше? Мы создали так называемое, есть такое понятие, анемичная модель, которая содержит только данные. Есть все противоположность. Есть богатая модель, рич-модель. А преимущество той или иной, и почему я люблю богатую модель, мы можем поговорить в дискуссионной зоне, потому что это тема отдельного доклада и очень больших оливаров. Я как сторонник богатой модели считаю, что сама по себе сущность, она должна уметь и себя создать и сделать с собой все, что требуется от бизнеса. И теперь нам нужно создать этот подарок. Поэтому мы делаем метод. Возвращаем результат. Здесь опять же используется обертка. То есть мне нравится подход, что когда с доменом сущность что-то происходит, мы возвращаем какое-то событие. И конкретно здесь будет возвращено, что этот подарок создан. Дальше мы будем это событие куда-то передать, куда-то использовать, что-то с ним делать. И он клеит. Что дальше? Что принимает у нас? Мы говорим, что ребенок некий спрашивает подарок. Он говорит, какой подарок он хочет. gift-size. И мы передадим некую такую структуру, которая сможет нам сгенерировать ID. Все. Кина не будет. Это есть такой лайф-кодинг, а есть еще на слух лайф-кодинг. Когда ты говоришь и в голове компилируешь, и сразу это проверяешься. Ладно, что дальше? Давайте быстро, пока ничего не отрубилось, будем делать. Ну, казалось, да, можно сделать прям в конструктор запихать, что-нибудь сделать и так далее. А инварианты? Кто проверит, что ребенок взял у себя плохо? И здесь начинаются проверки. Давайте я, чтобы ускорить, буду некие моменты копировать. То есть мы получаем, допустим, первая проверка. Мы получили у ребенка его поведение. И дальше мы должны сравнить с тем, что он хочет и как он себя ведет. И первая проверка говорит о том, что если ребенок вел себя плохо, но захотел какой-то большой или средний подарок, мы говорим, ай-яй-яй, ты вел себя плохо, в следующий раз ты будешь вести себя лучше. И поэтому мы тебе дадим сейчас маленький подарок. Я люблю ламбок. Чем меньше писать, это хорошо. Делаем gift size. И в конце мы должны вернуть, ну, создать этот подарок и какое-то событие. Мы делаем его приватным, чтобы никто… Задача доменной сущности еще хранить в себе вот эти все ин-варианты и не позволять никому другому пытаться обойти их. Поэтому мы сейчас обсудим два подхода. Первый, это когда, допустим, у нас приходит запрос к API, и мы обращаемся к методу create, проверяем все ин-варианты, и в конце мы уже создаем подарок new gift, передаем ему degenerator generate, передаем ему child и передаем тот gift size, который мы уже решили, что ребенок его заслуживает. Здесь же также можно передать проверка для тех, кто вел себя хорошо, но недостаточно для огромного подарка. И он может получить любой, либо маленький, либо средний подарок, но небольшой. И дальше мы возвращаем как раз нашу обертку. мы возвращаем наш gift и возвращаем gift created event. Вот так. То есть мы вернули. То есть что мы сделали? Мы не обращаемся к конструктору. То есть на мой взгляд, конструктор — это некая абстракция самого языка, а в другом языке его может быть не быть, там создаются по-другому совсем структуры. Мы проверили все инварианты, именно… Что такое инварианты? Это некие условия, которые живут на всем протяжении жизни приложения. Они действительно. Мы проверили их и решили все-таки, какой подарок мы вернем. Теперь есть еще один важный момент, который мы можем обсудить. А как восстанавливать, допустим, из базы данных, доменные сущности восстанавливаются? То есть первое, что мы не должны передавать эту доменную сущность напрямую в базу. То есть чтобы эти поля потом как-то… Мы прям встретились в базу. И мы не можем здесь использовать некие GPI-аннотации в доменной сущности, потому что это нарушает, опять же, single responsibility. Поэтому здесь делаются разные методы. Это может быть через Builder, либо может быть какой-нибудь публичный метод. Gift. И там что-нибудь off. Ну и уже здесь будет GiftIdentifier. Также child. И giftSize. И здесь мы также будем вызывать конструктор. Но мы можем здесь продублировать ту же самую проверку инвариантов. То есть что никто у нас ни в базе данных не изменил это все как-то напрямую. И тогда мы получаемся в том, что наш плохо ведущий себя ребенок внезапно получит потом большой подарок. Эти все проверки мы можем здесь сделать. Так. Давайте перейдем к другому слою. Попробуем в каком-нибудь useCase поиграться. Перейдем в re-app. Теперь. Секунду. Сейчас нам нужную ветку перейду, где будут все подготовки. То есть мы реализовали доменные сущности. Мы посмотрим готовую реализацию. Здесь уже есть проверки, что нам проводят какие-то там валидные значения. Можно еще добавить их в проверку на то, что они соответствуют этому инварианту. Здесь есть сам метод создания. Теперь. Что будет делать useCase? Для начала. Мы создадим входной порт. Интерфейс у нас будет так же называться. Create. А, нет. Укест. Гифт. Запрос, подарок. Есть несколько подходов к написанию useCase. Первый из них – это пишется один какой-то класс, допустим, giftUseCase, и под каждое конкретное действие пишется отдельный метод. Но это все в одном классе содержится. А есть подход, когда на каждый конкретный useCase, на каждое конкретное действие пишется отдельный класс. И он напоминает больше такой паттерн команды, когда сделаешь что-то. Идем в запрос подарка. И здесь у нас будет единственный метод. Вот. Мне нравится именно второй подход. Почему? Потому что никогда не задумываешься, а где тебе нужно разместить новую функциональность. В какой ты класс должен ее запихнуть. Большой класс или маленький, поместится или нет, и так далее. И это еще позволяет делать параллельно, писать несколько useCase. Допустим, если доменная логика написана, нам нужно написать несколько useCase. Мы параллелим это все, все делаем, потом это все сливается вместе, и практически никаких мерзших конфликтов нет. Что мы должны передать? Здесь передаются некие данные, которые нужны нам, чтобы создать этот подарок. gift-request-data. Что это за данные? Это имя ребенка и тот размер подарок, который он захотел. И еще один важный момент. Данные на внутренний слой должны передаваться в удобно читаемом виде. То есть они должны быть удобно читаться именно внутреннему слою, куда передается данные, а не внешне. Поэтому сама же это, как можно сказать, DTO, она должна быть определена на слое application. Что здесь мы видим, что она определяна на слое application. И на ней также нет всяких свагер-аннотации, никакой документации. Здесь же только данные, которые воспринимают из кейс. здесь мы создадим пакет. Секунду. И создадим в нем класс. И сделаем ему имплементацию. Так, вот мы получили данные. Что нам нужно с этим делать? Ну, банально там мы можем проверить, что нам все-таки пришли какие-то данные, не пустые данные, сделать какие-то проверки. мы можем проверить, что да, что они не нулю равны. Дальше. Нам нужно получить ребенка, информацию о ребенке и узнать, хорошо ли он себя вел. Поэтому мы пытаемся это получить. Child option. Откуда мы будем получать? На данный момент мы не знаем, а где конкретно лежат наши информации. Это может быть в файле, это может быть в облаке где-то, типа в S3, это может быть в базе данных, это может быть в соседнем сервисе, куда мы пойдем с запросом. Конкретно сейчас в кейсе это не важно. То есть мы... мы делаем некий gateway, который нам просто умеет отдавать информацию. И будем говорить find child by name и передавать будем request data get child name. Все, и это нам вернет ребенка. Мы создадим... Здесь мы сделаем private final child getaway child getaway Определим это в портах, потому что это наш выходной порт, к которому мы обращаемся для того, чтобы узнать некую информацию. Создаем такой метод. Возвращаем optional от child. Все, мы вернули. Мы вернули некую информацию, теперь мы должны... Что дальше мы должны сделать? Здесь мы будем проверять, как ввел себя ребенок и решать. Или нет. Мы уже написали проверку этих вариантов в доменной логике, поэтому мы можем просто сделать var gift сделать gift создайся, передать ему ребенка. А, ну мы можем сделать проверку, что child найден. Может такого ребенка вообще не быть. То есть кто-то захотел получить вместо ребенка. Мы можем это проверить. А дальше мы должны передать. Мы передаем уже самого ребенка. мы передаем тот размер подарка, который захотел ребенок. И мы должны передать некий генератор идентификатора. Генератором может быть любая реализация. Допустим, это может быть uid-генериться. Это можем мы из базы брать секвенсы следующие или так, как нам нужно. Обычно uid очень хорош. Передаем. Все, теперь мы получаем, что сама доменная логика за нас все сделала. Мы оперировали к ней, и она уже вернула нам уже подготовленный подарок. И с проверкой тех вариантов, которые мы в нее заложили. Дальше мы должны этот подарок сохранить. А, ну и здесь возвращается result. Дальше нам нужно сохранить подарок. Мы опять же можем обратиться к child. Нет. Мы должны обратиться к некому gtway, который как-то куда-то умеет сохранять наш подарок. getValue сохранить. Мы также здесь можем private final gtway и это также будет нашим выходным портом. Понятно. Импортируем. Создаем этот метод. Interface мы создали. Как-то мы его сохранили. На данный момент мы тоже не знаем, что это будет. Это будет scale база данных, это no scale база данных. Для нас сейчас не имеет значения, мы знаем, что это куда-то сохранится. И также мы должны отправить event, который у нас произошел дальше. Этот event где-то дальше может быть использован. Также может быть запустить какой-то use case или мы можем отправить это в брокер другим сервисам, которые могут себе подтянуть это значение если мы на event основаны. И так далее. Что мы видим здесь? При реализации use case мы не думали о каких-то частностях, а как это у нас будет храниться, а как это куда-то мы это передавать будем. Мы сосредоточились именно на бизнес логике и о том, как нам ее решить, как сохранить все бизнес процессы и чтобы большой подарок не достался плохому мальчику. вот это пример реализации. Какие могут быть отступления здесь? То есть канонично Роберт Мартин говорит о том, что свой аппликейшн он тоже должен быть свободен от разных фреймворков и никаких не должен использовать. Но здесь это тоже велосипедостроение, это особенно привет транзакционности, авторизации и всякие кросс-каттинг консерны и так далее. Поэтому я считаю, что здесь на этом слое мы уже можем использовать аннотации Spring A, такие как Stereotype, мы здесь можем использовать Transactional, здесь уже мы можем использовать Security аннотации AutoRise. Сейчас я тут через ветки перехожу, чтобы уже показывать какие-то вещи. Так, секундочку. Если мы посмотрим уже готовый из-кейс, здесь мы разобрались с примером на доказ на создании, здесь еще реализованы несколько юз-кейсов, такие как отправка, закончить отправку, что выполнено, и также создание самой по себе отправки, то есть создание курьера, чтобы он отвез. Теперь мы можем это все в принципе запустить, посмотреть, как это все работает, и посмотреть, что у нас все выполняется. Секунду. Кто-то не запустил докер. Также можем поговорить, пока запускается, об юз-кейсах, то есть кто может вообще запускать в самом выполнении. В самом названии указано, что это пользовательский сценарий, что некий пользователь, допустим, дернул API и запустил это все. Но сам юз-кейс может быть запущен как пользователем, так и самой системой. Допустим, мы сделали некий доменный ивент и куда-то опубликовали. Сам этот ивент может запустить следующий юз-кейс. Допустим, если мы выстраиваем пайплайн из юз-кейсов. Мое мнение, что юз-кейс напрямую следующий юз-кейс вызывать не должен. По крайней рано стараться это не делать, потому что юз-кейс это некий законченный набор алгоритмов, который приводит к конкретному результату. А если половина сидит здесь и половина логики сидит здесь, то и то не закончено. Юз-кейсы получается атомарные, их можно перекидывать, менять в разные стороны, по-разному вызывать и так далее. С ними легко работать. Мы запустили. Сервис должен стартануть. допустим, у нас есть некая информация о всех детях. Давайте мы возьмем Тима. Тим вел себя плохо, но хочет большой подарок. Делаем запрос, у нас подарок создался, мы можем посмотреть, мы видим, что ребенок все-таки получил маленький подарок, то есть наш вариант выполнился и большой ему не достался. Дальше у меня был выполнен как раз pipeline, что после того, как подарок создан, мы должны его упаковать, назначить конкретному эльфу, и потом уже эльф придет за этим подарком. Мы можем проверить, что также сработало, что подарок создан и также создана сама отправка. Как раз вот это у меня работает через ивенты. Здесь реализовано уже в инфраструктурном слое работа с ивентами и допустим, если у нас как раз создан подарок, мы запускаем следующий ивент, который нам создаст эту саму отправку и упакует. Что еще хотел отметить? как работать с базами данных. Как раз для сохранения базы данных я считаю, что нужно использовать отдельную модель, которая имеет отражение на базу данных, то есть она соответствует той таблице и тем структурам, как все-таки мы храним. И когда мы сохраняем или вытаскиваем нашу доменную сущность, мы должны это преобразовать к этой модели или из модели наоборот. Тогда мы полностью развязываемся от хранилища, от способа его организации и отдельно отвязываем бизнес-логику и можем это все без боли и переживаний менять. Вот. Так. Все мы поговорили. Вернемся к слайдам. Давайте немножко подытожим, что мы сделали. То есть мы начали разработку именно не с каких-то абстракций частностей, а с конкретно доменных моделей, то есть самой бизнес-логикой, с которой работает бизнес. То есть бизнес-логика это вот если весь IT умрет, ничего не будет работать, бизнес возьмет счеты, возьмет там Excel-ку, возьмет бумажки, ручки и в принципе с этим сможет как-то жить и все дальше существовать. То есть примером бизнес-логики это вот как проверка какой же подарок отдать ребенку, это также может быть расчет каких-то формул, это может такое же правило быть, как нельзя положить большую посылку в маленькую коробку, которая меньше размером и так далее. Это вот отражение реального мира. И вот конкретно про gift. Мы создали доменную сущность, мы создали use case, по-другому его можно как раз назвать еще интерактор, но это некая реализация, либо implementation, и так далее. У нас входной порт есть выходной порт и какое-то проявление события. И дальше мы уже реализовали инфраструктуру. Это уже связь с репозиторием, с публикацией. Здесь вот как раз разница, что здесь если посмотрите слева, это контроллер вызывает наш use case. Второе, то что он показывал, что создание самой доставки вызывается не каким-то запросом, а вот этим событием. То есть у нас есть listener, который вызывает этот же use case происходит. И давайте еще раз поговорим об основной концепции чистой архитектуры, что разработка должна начинаться не с продумывания каких-то частностей базы данных и структуры в этой базе данных и так далее, а все-таки начинаться с реализации бизнес-логики, а дальше уже переходить к частностям. Здесь представлен примерный как flow разработки. Хорошо. Есть еще такая проблема, а как же все-таки поддерживать дальше что-то? Я освоил чистую архитектуру, знаю, как в ней работать, приходят новые разработчики, которые с этим не работали, меняются разработчики от проекта в проект, и как же все-таки поддерживать? Мы пришли к неким рекомендациям. Первое это документация. Вообще, что это за подход, почему мы сделали так, почему мы здесь разместили вот это, это некий такой как дизайн ревью, и небольшие информации, а что это такое, почему мы к этому пришли. Это также можно использовать архитектурные абстракции. Допустим, как я делал маркерные интерфейсы интити, их можно расширить, что есть набор определенных полей для доменов сущности, есть для юзкейсов и так далее. Это можно делить на модули, тогда мы как раз вот это правило зависимости можем наблюдать, что мы можем отдельный слой выделить в отдельный модуль, и тогда зависимости нам легче будет соблюдать это правило зависимости, когда верхний модуль внешний не зависит от, наоборот, внутренний не зависит от внешних. А также есть еще библиотеки, которые позволяют в юнит-тестах проверять зависимости, то есть мы можем прям проверить, а имеет ли этот класс зависимости, который не должен, и будет падать. Какие же преимущества все-таки нам дала чистая архитектура и реализация сервисов на ней? Первое это легкость поддержки, то есть когда у нас расширяется функционал, когда приходит новый, новые фичи, надо либо изменить старый, нам легче это менять, потому что мы знаем, где это сосредоточено и в каком месте нам это надо менять, и это не трогает остальное, остальной код. Это возможность параллельной разработки, когда несколько разработчиков работают, казалось бы, рядом, допустим, было бы у того же подарка запрос подарка и возврат подарка, если он вдруг сломан. Казалось бы, это все об одном подарке, можно было это все поместить в одном классе, а потом MR пришел бы, это надо было как-то мерзжить, нормально, нормально, а могли быть конфликты. А если мы разделяем это на разные юзкейсы, это уже два разных класса, параллельно ведется, MR сделали, нажали кнопочку, все заехало, задеплоилось и ура. в начале, когда мы проектируем, мы получаем некую задержку в разработке, потому что это все-таки выстраивание архитектуры, каких-то абстракций надо написать, но дальше, когда мы модифицируем и вносим новый функционал, это оказывает огромный буст к скорости разработки. И второе, это унификация структуры приложений, в чем тут поинт, в том, что разработчикам очень легко переходить с одного проекта на другой проект, когда есть одна структура, похожая, скажем, и ты быстрее вливаешься в проект и знаешь, чем тебе работать и вообще, где что лежит и где смотреть, с чего начинать смотреть. Потому что когда я захожу на новый проект, я стараюсь смотреть именно доменную часть, а все-таки, что это приложение делает. То есть это первое, что мне важно. Потом уже могу посмотреть какие-то другие. Но у всего этого есть недостатки. Первое, это увеличение структуры проектов. То есть если разрабатывать там уже чуть ближе к среднему такому сервису приложения, то структура становится огромной, очень много классов, интерфейсов. Это есть минус. И более высокий порог входа разработчиков в проект. То есть это нужен некий онбординг, объяснять, где что должно лежать. И второе, в самой команде тоже должно быть четкое понимание, а как же все-таки в этих концепциях разрабатывать. Здесь в конце приведены ссылки, потом, наверное, PDF-ку можно будет выложить в канал, посмотреть эти ссылки. Здесь есть репозиторий на этот пример, который мы сегодня посмотрели. Там можно полностью полистать, посмотреть. Здесь есть несколько ссылок на блок Роберта Мартина, особенно A Little Architecture. Там он как раз рассуждает, где нужно транзакции делать и что делают, где их нужно размещать. И также есть несколько примеров, как Units и G-Molecules. Это как раз введение неких абстракций, которые помогают структурировать код. И в последнее советую посмотреть Domain Driven Design самое важное. Это хороший доклад на Тотнете, по-моему, был вообще о подходах ДДД, потому что чистая архитектура, она очень классно совмещается с такими подходами, как ДДД и ТДД. И, наверное, все с участием Д и Т, наверное, могут тоже хорошо совмещаться. То есть очень легко разрабатывать с подходом вперед тестирования и как раз деление подхода по Domain Driven Design. Всем большое спасибо. Вопросы? Давайте похлопаем и вопросы. Вопросы задаем. Сегодня Алексей сказал, что у него есть лучший вопрос будет. Подарок. Подарок. И напоминаю онлайн-слушателям, что можете задавать вопросы в чат. Вопросы? Привет. Спасибо за доклад. Очень интересно. Не очень похоже, что это жизнеспособно. Хочется понять, как это дело развивает. Больше всего удивила валидация внутри гифта, что гифт, оказывается, должен знать, как себя вел ребенок. Давай, допустим, что у нас есть еще несколько бизнес-правил, которые, допустим, что у одного ребенка может быть не больше, чем н подарков. Сейчас туда можно их фигачить сколько угодно, он их все получит. Причем это написано на самом ребенке. Но с другой стороны у нас есть техподдержка, эльфы замечательные, которые могут обходить ограничения на то, как вывал себя ребенок, и ограничения на подарков. И соответственно, кто делает запрос, мы получим какой-нибудь кукой в контроллер, эту кукой надо обменять на идишник пользователя в одном сервисе, идишник пользователя обменять на роль пользователя в другом сервисе. Куда писать весь этот код? Так, давай немножко разобьем по порядку. Первое, да, доменная сущность должна стараться, скажем так, содержать все инварианты, которые она может проверить. И здесь интересный вопрос. В последней ссылке как раз обсуждается такое понятие, как DDD трилема. Она гласит о том, что у нас есть изоляция, инкапсуляция и перформанс. Что из них важнее? Достичь трех этих понятий одновременно нельзя. Выбираем два. Если мы говорим, что мы хотим, ну вот, допустим, проверка того, что ребенок получит подарок. Мы должны проверить, а получал ли, ну, есть ли у этого ребенка уже подарок. Как мы можем это сделать? Это у нас в базе хранится. Что мы должны сделать? Если мы хотим выдерживать изоляцию, то есть все должно быть изолировано внутри нашего гифта. Тогда мы должны передать, в юзкейсе вытащить лист всех подарков, передать внутрь и посмотреть, а есть ли для этого ребенка. Это плохо, так нельзя делать, это бьет по перформансу и так далее. Тогда что мы можем сделать? Мы можем сделать инкапсуляцию, допустим. Мы можем нарушить изоляцию, мы можем вытащить проверку на слой юзкейсов, сказать, юзкейс, проверь, а если у него, проверить какой-то там, потому что юзкейс уже работает с репозиторием, доменная сущность не может работать с gtwm, даже через интерфейсы, она там проверяет, а потом спокойно вызывает доменную логику. И здесь, опять же, о чем я говорил, это набор рекомендаций, то есть мы стараемся так делать, но если у нас есть перформанс, то есть нельзя превращать это в культ карго. Если у нас идет по перформансу, мы можем где-то отступать, выносить на слой из кейсов, но никак это не в адаптер, не в инфраструктуре делать. Повтори, пожалуйста, второй вопрос, если у нас одного сервиса в другое, вот это вот. Не совсем так, то есть когда у нас валидация начинает зависеть от каких-то очень внешних вещей, которые совершенно точно в этот гифт не хочется запихивать, чтобы он знал про какие-то роли каких-то эльфов, про то, откуда брать их айдишники, откуда брать их роли, вот это вот все. Ну, если это гифту не надо знать, то, наверное, не надо передавать в этот сервис. Если будет допустим сервис, допустим, у нас есть гифт, он работает только со собой подарком и может знать о ребенке. Допустим, ребенок может храниться в отдельном сервисе, у него есть свой айдишник, у нас есть отдельный сервис эльфов, который доставляет, у них тут своя информация есть. И теперь у нас даже может быть отдельный сервис назначения доставки, самой вот как бы у Delivery Order, задание на доставку. И это все работает. Допустим, создался подарок, отправляется в event, и они уже дальше знают, что делать. Допустим, Delivery Order сервис получает, а создан подарок, я его получил, я должен его упаковать и сложить, назначить эльфа. Он может сходить к конкретному эльфу туда и туда. То есть он уже сопоставит по каким-то параметрам, допустим, эльф убирается по адресу. У нас у подарка есть какой-то адрес доставки, мы знаем, что Дуд доставляет этот эльф, мы берем эльфа и делаем хорошо. И я не совсем понял, наверное, вопрос. Да, мы можем подискутировать. Еще вопросы? Спасибо за доклад. Насколько я понял, был вот этот переход, когда была архитектура не такая, а другая. И насколько этот переход был болезненный, то есть вы переходили в старых сервисах на такую архитектуру, насколько долго команда привыкала к этому, какие были сложности? Какие были сложности? Нашей главной сложностью было, давай откатимся, допустим, у нас есть вот этот big ball of mud, мы такие, хотим, хорошо. Что мы делаем? Мы к бизнесу говорим, стоп, сейчас мы на два месяца закроемся в бункер, сейчас сделаем, и все будет хорошо, но мы так не можем делать. И основная сложность была в том, чтобы бизнесу было хорошо, новые задачи выполнялись, но и в то же время рефактор свой код. Конечно, мы разговаривали о том, что мы закладываем 30% нашего спринта, что мы будем что-нибудь рефачивать. Но это не так, что все сели, а выделяется по крупинкам. В принципе, это реализуется вместе с разработкой, то есть новый код, мы уже знаем, куда, как класть распределять, мы начинаем, первое, это анемичную модель, которая содержит только данные, мы перерабатываем в богатую модель, мы из сервисов забираем некие методы и складываем уже в доменную модель, дальше мы уже выделяем конкретные юзкейсы, и где-то уже в конце мы уже работаем с инфраструктурой, а именно с базой данных, и в какой-то момент мы можем прийти к тому, что нам вообще нужно таблицы перекроить, не знаю, разделить их или наоборот слить вместе. Ну вот, какой-то так, и это сложно, это нужно всегда иметь, думать об этом, то есть в голове, когда мы планируем спринт, мы всегда знаем, и когда мы думаем, как это сделать, задачу, мы это обговариваем, и конечно же это потребовало обсуждений вместе, а что мы хотим сделать, в каких рекомендациях мы работаем, и когда у каждого разработчика появляется понимание, это потом легко делается, то есть уже каждый из разработчиков приносит что-то новое, допустим, мы начали это делать, мы разрабатывали кассовый модуль, то есть все деньги, которые приходят с ДЭК, когда получают посылки, они приходят там в сервис, и мы начали думать в этих, мы обсуждали друг с другом, и потом пришли к тому моменту, что на самом деле у нас три сервиса вместе, у нас такой микромонолит получился, и мы можем это выделить, потому что мы видим здесь три домена, и мы начинаем потихоньку выделять, начиная с какой-то примерной архитектуры, потом, конечно, мы эту архитектуру продали, почему, допустим, мы хотим так сделать, какой-то буст, мы работаем вместе с бизнесом, то есть мы получаем деньги, а не какие-то просто задачи, поэтому бизнесу должно быть хорошо, мы это продали, подняли там на высший уровень, все это всем понравилось, и потихонечку начинаем работать, и у нас, да, есть план, что мы разделяем сначала внутри одного микромонолита, потом мы разделяем это на микросервисы, и в конечном итоге мы разделяем базу данных на три разных, под каждый микросервис, ну, примерно так, и в чем еще обсуждение помогает, что на разных уровнях приходит понимание того, что надо это делить или надо разрабатывать так, это приходит и джуниор-разработчикам, и мидл-разработчикам, и сеньорам, и, как это, стрелочка-рисователям, архитекторам. Спасибо. А уже полностью переехали на такой архитектор? в процессе, это долгий процесс, мы планируем где-то год переезжать на это все. Ну, то есть заложено, что в течение года вы справитесь с этим. Спасибо. вот так, скрестим пальцы. Сейчас будет, наверное, последний вопрос уже, дальше, потом надо будет идти в дискуссионку. Хорошо. Здравствуйте. у меня, во-первых, первый вопрос. Мы там так неплохо покроили все на какие-то сущности, вот эти вот интерфейсы, и по сути у нас гигантское количество появилось дополнительных сущностей, которые, во-первых, тяжело в голове это держать, я потерял чуть-чуть контекста, вот, а во-вторых, такое даже тестировать сложно, потому что в какой-то момент, разрезав наши вот этот, у нас, грубо говоря, сервис был, мы его покроили с интерфейсами настолько, что у нас получилось в одном из сервисов пять зависимостей, которые мы должны либо мокать, либо как-то инжектить в тестах, например, при этом мы даже не инжектили ни одного сервиса стороннего, то есть там e-mail и там что-то рассылки, гид, там, пуш-пуш, там, все дела, вот этого, короче, вообще не было, а у нас уже пять, пять зависимостей, я не знаю, там вот этот Боб, Анкл, Анкл Боб, он этот, он, он, да, он вообще тестировал как-то свое? На самом деле, ну да, структура, допустим, большая, о чем мы можем говорить? Да, мы открыли структуру и, а что это, да, понимать? Но те сущности, которые связаны с выполнением какой-то задачи, их немного, если они связаны вместе, ну, пять, нормально, максимум, шестую уже нельзя, мы даже не добавили сервиса ни один, у нас как бы логика не сильно куда-то ушла, мы просто в одной вот этой вот сущностью работаем, а у нас уже пять зависимостей. Ну, а что, нам нужно GTV, допустим, мы должны ребенка получить? Есть, мы получим, неважно откуда, мы отправили в N, но тут фишка, давайте микрофон. Но тут фишка-то в том, что мы как бы сделали максимально простую вот эту вот логику, то есть у нас один подарок, один ребенок, и в принципе у нас вообще все в одном экземпляре, чуть-чуть влево-вправо, а у нас уже в самой простой варианте у нас пять сущностей уже получается, чуть-чуть влево-вправо и у нас уже появляется там шестой подъедет, всем привет, там седьмой, восьмой, и это будет как кроличья нора. Договори, перебил. Смотри, вот это как раз мне нравится, мне это деление, когда для каждого юзкейса выделяется отдельный класс. Он редко когда получается прям большим, потому что он не делает много. Если есть много зависимости и делает разное, то значит это разный класс. И тут уже я могу только говорить эмпирически, то есть из практики очень редко, когда получается больше пяти зависимостей, это прям что-то редкое. Когда делаешь атомарно и выделяешь маленький кусочек юзкейса, что ты должен его сделать, у тебя получается мало зависимости, потому что ты больше не делаешь ничего. А если делать один какой-то класс на кучу юзкейсов, там конечно появляется куча зависимостей. Про тестирование. Тестировать офигенно, потому что мокаешь ты в основном инфраструктуру, тест-контейнеры поднимаешь, еще что-то, а все остальное у тебя юнит-тесты в принципе. Тогда ты замокал, где-то все хорошо, бежит очень быстро, шустро, и в основном все это покрывается юнит-тестами и ТДД в том числе изначально. Но мокать придется, да. Я не знаю, можем подискутировать еще, интересно. Да, и на самом деле у меня тоже еще есть, спасибо за доклад, еще один вопрос в продолжение. Вот поднимите руки, кто год вел себя хорошо. Есть такие? Вот, есть руки, да, есть руки. Так вот, я тоже себя вел хорошо год, и вот сколько кода придется переписать вот в этом сервисе, если взрослым, которые тоже вели себя хорошо, нужно будет подарок. И это как раз к вопросу о тестировании в продолжении. Хорошо. Это интересный вопрос, да, что мы работаем с чайлдом, значит, нам нужно работать и с взрослыми, и с детьми, тогда, в принципе, на нас не имеет, наверное, для создания подарка возраст, потому что мы со всеми работаем, нам главное поведение. Поэтому, не знаю, мы затронем однозначно доменную логику, и да, мы перепишем все, потому что мы затронули доменную логику. Но это так и так в любом месте. Но мы создаем базовый эскейс, останется, проверка та же, поведение она останется, и тот же подарок будет как-то сохраняться. Поэтому просто мы занимаем сущность чайлда на какого-то, не знаю, человека абстрактный, который вел себя либо плохо, либо хорошо. Ну все, поблагодарим Алексея.